МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Этот вечер на Матч ТВ Континентальной в самом-самом разгаре сражения в плей-офф континентальной хоккейной лиги. Только что стартовал Запад, а прямо сегодня начинает Восток свою серию. Магнитогорск, Уфа. Меня зовут Денис Казанский. Сегодня будем разогревать вас к просмотру матчей из Магнитогорска и обсуждать то, что накопилось на этой неделе. Мы – это большая группа. Сергей Инаревич Гимаев и Александр Александрович Гуськов. Здравствуйте, коллеги! Вечер добрый, Денис. Давайте начнем со вчерашней игры с ЦСКА. Мы ожидали это противостояние, и многие полагают, именно в этой паре кроется победитель Кубка Гагарина. Почему? Давайте разбирать. Сергей Инаревич, вам слово. Не совсем просто. Если выиграет ЦСКА, то 100% я ставлю на ЦСКА. 99, ладно, 1%. Победителю следующей пары даю. Если выиграет ЦСКА, они будут фаворитами в серии с Востока. Саш, насколько удивительен тебе тот факт, что вчера ЦСКА не забил ни разу, при том, что большинство было хоть отбавляя. 5 на 3 даже играли. Ну вот как раз о большинстве хотелось бы поговорить. Именно в этом компоненте ЦСКА в плей-офф, по крайней мере, превосходит все клубы. И как раз те шансы, которые им были предоставлены, они должны были реализовывать, так как мы знаем, как первое звено играет. Но я считаю, что очень тщательно подготовились к этому моменту игроки ЦСКА и тренерский штаб разобрал ну просто все досконально по большинству. Мы видели, что ни диагонали не проходят. Все, что бросается от синей линии, все блокируется. То есть как раз этот компонент они просто взяли и вычеркнули из игровой схемы СКА. Поэтому и не получилось ни одного гола забить. Сергей Геннадьевич, я разговаривал после игры с одним из хоккеистов СКА. Он сказал очень просто. Говорит, у них игра-то простая. Щелчок в зону, дальше в кость, отнимать. Хоккей-то простой. Но вот не нашли управу армейцы из Санкт-Петербурга. Ну я думаю, во-первых, это всего лишь первый матч. И действительно ЦСКА так и играет. Но и современный тренд. Это вот слово это модное. Но на самом деле это вот кто хочет продвигаться вперед, так и играет. Потому что очень быстрый хоккей, короткие смены, силовой хоккей. Ну во-первых, мы это все в лучшем, лучшем, самом лучшем виде увидели у сборной Канады на Олимпиаде. Когда там 15 секунд смена, когда там самый выдающийся игрок играет максимум 20 секунд. Когда нет деления на звезды и тех, кто пашет. Вот ЦСКА в таком режиме работает. И вот ЦСКА это уловил. Это Ванкуверская Олимпиада, вы ее имеете? Нет, Сочинская. В том-то и дело. В Ванкувере там не так еще ярко было. Там они с нами играли, но это отдельная тема. Они не нас и переиграли, а здесь они просто играли вот настолько, вот как по-современному они сами признали идеальным хоккей. Вот ЦСКА так играет. У меня к вам обоим вопрос. Саш, начнем с тебя. Значит ли такой результат, что пора брать в руки телефон, набирать Илье Ковальчука, Илье Ковальчуку и просить Илья, выручай Питер? Не знаю, потому что это, наверное, все-таки прерогатива главного тренера, руководства. И, наверное, стоит, возможно, Илью оставить в покое, они сами там разберутся в своей кухне. Но я как игрок просто хотел бы сказать, что Ковальчук вот сейчас в данной ситуации не помешает, потому что мы видели, ну, просто безнадежно выглядел СКА в первом матче. Хотя это, возможно, была проверка боем и сейчас на второй матче СКА что-то придумает. Но в любом случае мы видели, что находились в цейтноте все игроки СКА и Санкт-Петербурга. Ну, я вообще хотел сказать, что давление сейчас на тренерский штаб с Ковальчуком сумасшедшее. Вот просто не дают. Вот любое интервью, даже у меня, по Ковальчуку вопрос. И вот я честно скажу, там, с ребятами, не только с ребятами, с руководителями СКА говорил, он говорит, ребят, давайте оставьте покой Ковальчука. Это наши проблемы, это проблемы тренерского штаба, и они сами разберутся. Разбирайте нашу игру, говорите, где наши недостатки, помогите нам, говорите, какой ЦСКА сильный, помогите нам. А получается, мы только оттуда. А вот пускай они сами решают, что нужно делать. И тема это, они выиграли семь матчей из восьми победных без Ковальчука. Пускай сами решают, что дальше делать. Возможно, это, может быть, и мешает им играть в полной мере. Да, конечно, там, по большому счету, все время, вот, на любой пресс-конференции, кроме вчерашней, Зубову постоянно теребят о том, что, ну, где, где. Ну, что вы задаете вопрос? Ему и так непросто. И тем более, помните, откуда началось, из первой серии, когда это вообще самая главная тема. Не то, как СКА здорово играл. И почему так даже никто не понимал, потому что ответа не было. Совершенно определенно, на пресс-конференции ни Игоря Захаркина, ни Илью Воробьеву не будут спрашивать об Илье Ковальчуке, потому что им совершенно это неинтересно. Они играют между собой. Магнитогорская Уфа. Прямо сейчас давайте заглянем в раздевалки. Команд уже меньше, чем через час появятся на льду в Магнитогорске две эти замечательные команды. Ну и начнем так немножечко сравнивать шансы и той, и другой команды. Александр, Уфа играет в финале. Думали ли вы, что команда пройдет так этот путь? Да, я предполагал. На самом деле, потому что хорошая команда у Салават. Тренер, который нашел подход, но в первую очередь играют игроки. И ребята нашли в себе силы в двух седьмых матчах вытащить серии. Поэтому, наверное, в первую очередь стоит говорить о ребятах, которые были на льду. И сейчас им очень тяжело, потому что 14 матчей по сравнению с Магниткой сыграли. И, в общем-то, не знаю, насколько физическое состояние влияет на результат. Но одно могу сказать, что эмоции, эмоции, они уже прошли два раунда. И, наверное, может быть, эмоции как раз закроют этот вопрос насчет усталости. Все возможно. Мы сравниваем двух тренеров. И Илья Воробьев и Игорь Захаркин пришли по ходу сезона. И мы видим, что это в плюс, потому что команда добралась до финала Восточной конференции. Ну, по Уфе вообще этот вопрос не обсуждается. По Магнитогорску еще не факт. Потому что, на самом деле, Магнитогор сейчас явный лидер по составу. Лучший подбор игроков на Востоке у Магнитогорска. То есть мы должны забыть, что там одна тройка. Все время рассуждаешь. Какая одна? Там две. На самом деле, первую серию играло бы лучше звено Семин Вольски и Филиппе. И они очень много решали. И там Семина забивала. Поэтому и первое звено-то как раз с автомобилистом. Оно очень неважнецко выглядело. В том числе и в большинстве. И вопрос был. Помните, и мы задавали вопрос. А где Мазякин? Вот сейчас он играет здорово. Все забыли. И опять про одно звено говорим. Давайте посмотрим сюжет нашего коллеги Александра Бедарева, который подготовил обзор того, что происходило с командами на пути к этому финалу. Магнитогорск-Уфа. Совсем скоро на Матч ТВ. Металлург-Магнитогорск-Салават-Юлаев-Уфа. Противостояние точно предсказать победителя, в котором прямо сейчас едва ли кто-то возьмется. Две запоминающиеся команды со своим отличительным стилем, со своими игровыми особенностями и со своими недостатками. Шесть секунд, пять секунд, четыре секунды. Три, два, один. Салават шел к финалу конференции максимально долгим путем. В первом раунде был обыгран Акбарс уже за победу в зеленом дерби. Сезон для игроков и тренеров уфимского клуба не стал бы провальным, но, очевидно, в столице Башкирии рассчитывали на большее. Авангард в полуфинале Востока вернулся в серию со счета 1-3, но на подвиг ястребов не хватило. Все, Салават в финале конференции. Выливает победа команды Игоря Захаркина. Мощная линия нападения, большое количество хоккеистов с изрядным уровнем мастерства, обладающих отличными техническими навыками и отсюда стремление играть в атакующий хоккей. Возможно, это отчасти от того, что оборона у финского клуба не считается идеальной, а основного голкипера чаще критикуют, нежели хвалят. По-моему, команда по сравнению с прошлым годом поменялась полностью. Осталось только 4 игрока или 5, если я не ошибаюсь, которые играли были в составе в прошлом году. Поэтому команда новая. И, ну, в принципе, ни для кого не секрет, Салатилаев команда с традициями. Мы знаем команду боевитые, и поэтому готовимся к серьезному сопернику. Играют очень агрессивно в атакующий хоккея, наверное, потому что позволяет им нападение, поэтому у них и такой стиль игры. О своей линии нападения тренер Металлурга скромно умолчал. Но едва ли она уступает Уфимской. Победу Магнитке в противостоянии с Сибирью еще долго будут вспоминать в связи с этим эпизодом. Но для финала конференции уже не важно, была ли ошибка судей или нет, важнее другое. Мазякин остается командообразующим игроком уральцев, который год подряд. Его шайбы самые своевременные и важные. Он по-прежнему сильнее многих защитников лиги при игре один в один. Но один он не играет. Зарипов и Коварш более чем достойно поддерживают капитана. И при всем при этом Магнитку не назовешь командой одной тройки. Семин, Филипп и Вольский. Кто бы отказался от такого сочетания? Они опасны и активны. Особенно хорошая пресса у 28 номера. Все отмечают прогресс Александра по ходу плей-офф. По всему кажется, нас ждет атакующий хоккей с большим количеством ярких моментов. Салават и Магнитка уже выигрывали по разу кубок Гагарина. И их нынешние наставники и тогда стояли на тренерских скамейках. Но в качестве ассистентов. Причем и роль Захаркина в штабе Быкова, и роль Воробьева в команде Кинена была ключевой. Представитель тренерской новой волны и опытный специалист, которого тоже к старой школе не отнесешь. Они даже родились хоть в разные годы, но в один день. Воробьев против Захаркина. Металург против Салавата. Финал Востока. Да, довольно любопытное противостояние на всех ждет на Востоке. А мы же сравним не команды, мы сравним талисманы. Лису и Куницу. Лиса представляет Магнитогорск, Куница представляет Уфу. Надо сказать, что по поводу Куницы были большие вопросы, потому как сначала, когда мы увидели талисмана в Уфе, в итоге полагали, что это медведь. Но так он был сделан. На самом деле, это Куница, Салават и Юлай, по-моему, да, две штуки? Да, Салават и Юлай. Ходят по дворцу. Ну, давайте их сравним. Вот Лиса. Получается, Лиса хитрее, Куница быстрее. Справедливо? Ну, ловчей точно Куница, чем у Лиса. Александр, я, кажется, тебе было познание. Это в животном мире. Да, в животном мире. Но если мы сравниваем команды, то, наверное, какая-то схожесть есть. Все-таки, на самом деле, Металург хитро играет, хитро, да. Салават и Юлаев ловкий тоже можно сказать, правильно? То есть, поэтому, наверное, стоит посмотреть еще на хоккейную составляющую и на площадку. То есть, такой хитрый лист Зарипов-Мазякин против кусачего Уморка, Эмквиста, Прохоркина, все кусаются. Все кусаются. Давайте посмотрим еще сюжет нашего коллеги Никиты Бережкова, который посвящен этой серии. Одна из интриг серии «Магнитка Салават» – тренерская дуэль Ильи Воробьева и Игоря Захаркина. Обоих наставников объединяет один занимательный факт. Продолжительное время в клубном хоккее они пребывали на вторых ролях и лишь в нынешнем сезоне отправились в самостоятельное плавание. Давайте вспомним, как и почему это произошло. Здорово, здорово, здорово! Вот это и надо! Броски, броски, броски! Сын Петра Ильича Воробьева принял металлург у самого Майка Кинена. Илья Петрович ассистировал многоопытному канадцу два с половиной года. До своего назначения Воробьев-младший уже знал, что рано или поздно ему доверят пост главного. Шани, будь здесь, и ты идешь. Будь здесь. Боссы металлурга хотели, чтобы Илья Петрович возглавил клуб по окончании третьего полноценного сезона с Киненом во главе. Однако плохое содержание игры ускорило процесс замены. И в середине октября 40-летний Воробьев официально стал главным тренером. Прикипевший всеми фибрами души к России старина Кинен не остался в обиде и уселся в кресло советника президента металлурга Виктора Рашникова. Самое интересное, что отставка канадца случилась после домашнего поражения от Салавата Юлаева. Уфимцы прибегли к радикальным мерам еще раньше. После выездной баранки от Витязя 0-3 клуб гордость Башкортостана рухнул на третье место с конца в общей таблице. Результат был настолько плох, что генеральному менеджеру Леониду Вайсфельду ничего не оставалось, как совершить рокировку. Емелин подвинулся на должность ассистента, а Салават возглавил Игорь Захаркин. Ставка на новую метлу выглядела рискованной. Изначально Захаркина назначили исполняющим обязанности. Но магистру хватило всего трех матчей, чтобы убедить начальство в правильности выбора и избавиться от приставки ИО. На протяжении долгих лет Захаркин был правой рукой Вячеслава Быкова, в тандеме с которым плодотворно трудился на благо ЦСКА, Салават Юлаева, СКА и сборной России. В прошлом сезоне неразлучный дуэт триумфально вернулся в лигу спустя три года, сходу осуществив давнюю мечту питерских болельщиков. Но как главный тренер клуба КХЛ Игорь Владимирович пока ничего не добился, да и не мог. Ведь в его карьере такого опыта до октября 2015 года попросту не было. Но и совсем дебютантом 58-летнего уроженца Брянска все-таки не назовешь. ДОСКА Захаркин два года возглавлял национальную сборную Польши, которую свозил на два чемпионата мира в дивизионе 1 и олимпийскую квалификацию. Да, мы тут заслушались коллегу Бережкова. Давайте к еще одной персоне, которая, возможно, станет ключевой в этом противостоянии. Поговорим о Линусе Уморке. Его слова в серии против Акбарса, что мы намерены Акбарса отправить в отпуск, невероятно завели казанцы. Почему? Ничего особенного не сказал. Ну, перевели-то мы отправим. Там уже не было двусмысленности. Перевели, как они поедут в отпуск. В тот момент, когда Уфа уже не так здорово играла. И вот, кстати, мы говорили, вот я просто чуть вернусь, о том, что вот выиграли, я еще раз говорю, что Уфа вот эти седьмые матчи прямо на жилах вытащил. Они красавцы, вопросов нет. Но если бы выиграл там Казань, так бы сказали, и Казань заслужил с 1-3. И Омск выиграл. Тоже заслужили. Поэтому такого не было доминирования Слава Телаева. И надо отметить, что седьмой матч именно не вот на характере. И потом вот Саша говорил, и тут вот нам говорили, когда этот ролик показывали, что там четыре человека осталось из прошлого состава. На самом деле, вот по опыту команды Слава Телаев чрезвычайно опытным. Вообще, практически, людей, которые вот здесь и сейчас помогают, там нет. Саша, когда вы играли? Насколько часто вы обращали внимание на интервью соперника? Ну, во-первых, то, что касается между периодами интервью, если говорить об этих, а именно Умрак сказал после, по-моему, второго перерыва. Я думаю, что кисты этого интервью и его слов не слышали. Ну, там все равно после матча они садятся, и, пожалуйста, все в интернете уже. Да, да. После этого, конечно, кто-то читает, люди разные, суеверные и так далее. Порой даже руководство запрещало читать, да, именно не читайте. Возможно, это правильно, чтобы себя не накручивать, особенно если... Вы читали слова или нет? А читал. Ничего, ну ничего, здесь становились, но вот вам соперник говорят, сейчас мы порвем гусь кола. Да, да, становился, и порой как раз даже тренерский штаб, кто-то из тренеров подкидывал эту информацию, если она шла против клуба. Поэтому здесь такой фактор как раз сыграл в пользу Казани, поэтому, конечно, они завелись, они были... В итоге проиграли. Они были злые, но седьмой матч с 1-3-то они вытащили все-таки, на самом деле, поэтому... Сергей Гнатьевич, вы хотите добавить? Добавить, у меня как раз есть это... Быль. Поэтому, во-первых, там вы уже сами рассказали, что у команды СК Санкт-Петербург воздевал телевизор, и они могут спокойно смотреть то, что эксперты говорят в перерывах, и как они их ругают или хвалят, и вообще разбирают моменты. Это во-первых. А во-вторых, самое главное, там лет 7 или 8 назад, перед серией, а я там тогда много, как бы прогнозов давал, сейчас меньше, но много, и серия «Авангард» Магнитогорска. Я говорю так, «Авангард» фаворит, и, скорее всего, они выиграют. Ну, и идет серия, там, ну, бьются, ну, там, все продолжается. Потом выиграет «Магнитка», в конце концов. Я приезжаю в Магнитогорск, и они мне говорят, «Наилич, ну ты нас завел!» Вот нас это очень разозлило, когда ты сказал, что они фавориты, что они сильнее. Вот мы и доказать и тебе хотели. Кто творит серии в «Магнитогорск-Уфа»? «Магнитогорск-Уфа»? Так, слышали? Уфа завелась. Клинусу Умурку, давайте есть его интервью, и, может быть, эти слова тоже окажут сильнейшее воздействие на игроков «Металлурга». Уфа – это новая страница моей жизни. Люди здесь, кстати, очень дружелюбные. Мне нравится город, нравится гулять. Есть несколько хороших домашних ресторанов. Я, правда, не часто выхожу из дома в свободное время, но когда выбираюсь, есть куда сходить. Как тебе климат в Уфе? Не холодно? Немного, да, но я родом из северной части Швеции, и мне не привыкать к холодной погоде. Успех в жизни – это значит чувствовать себя везде и во всем хорошо. Жить так, как хочешь жить именно ты. И еще надо всегда следовать за своей мечтой. В хоккее успех – это сложнее. Не знаю, что сказать. Я, честно, стараюсь не думать много об этом. Просто играю, да и все. Но я иногда говорю с кем-нибудь. И не важно, кто этот человек. Мне становится легче внутри. У меня очень часто много всего в голове, в сознании. Это особенная ситуация. Может быть, я бы и не хотел, чтобы я таким был, все время дубл, но я такой. Я сам пробиваю себе дорогу. Всегда сам. Конечно, я прислушиваюсь к людям, но себя я слушаю больше. Я диджей в раздевалке. Да-да, не удивляйтесь, я диджей. И мне нравится много направлений в музыке. Вообще неважно, могу слушать все, что угодно – хаос, поп, под настроение. А у тебя есть специальный плейлист для плей-офф? Да, я создал специальный плейлист в раздевалке. Он так и называется – плей-офф. Я смотрю очень много фильмов. Очень. Правда, я не хожу в кино в России, потому что ничего не пойму. Но дома я смотрю фильмы. Каждый день новые. Кто знает, может быть, я когда-нибудь вернусь играть за океан. Мы ведь не можем предугадать наше будущее. Но у меня, правда, был очень хороший первый сезон. Но вот во втором я, к сожалению, повредил ногу. У меня была травма. Это разрушило весь сезон. Потом был локаут, и я уехал играть в Европу, в Швейцарию. И после локаута, когда я вернулся в НХЛ, это точно не было моим лучшим сезоном. Я жил в отеле и ждал каждый раз, не знал, где я буду играть в следующую игру – в НХЛ или в НХЛ. Сложное время было для меня. И сейчас я вернулся сюда. Что ж, увидим, как сложится будущее. Ну, будущее уже складывается. 5 плюс 8 у него в этом плей-офф. 13 очков. Солидная статистика. Очень важный вопрос затронул Линус. Александр, а кто у вас в чемпионской раздевалке был диджеем? Ну, если мне не изменяет память, это был Саша Скугорев. Ну, и, по-моему, помогал ему Антон Бут. И даже я знаю группу, не знаю группу, а помню группу. И, ну, это запомнишь на всю жизнь. Группа «Сектор газа», наверное, многие ее не знают. Как-то не знают, конечно. Колени выросла. Тогда, ну, на самом деле, это помогало. Не знаю, почему на фарт или мы так играли хорошо. В общем, все сложилось так, что мы включали «Сектор газа», выходили, выигрывали. После этого опять включали «Сектор газа». И, в общем, «Сектор газа». Я знал все песни наизусть уже, все альбомы. А там слова-то особенные, да. Сергей Ильич, в большое время такое не практиковалось. Нет, у нас все было серьезно, все собрано, расписано по минутам. Все разминка, кто когда выходит, приходит. Там очень все серьезно. Недавно мы попросили нашего коллегу Алексея Бадюкова поставить нам в издевалке музыку в хоккейной команде. Я вам потом расскажу. А прямо сейчас реклама, что это была за музыка, это совсем другая реклама на «Матч ТВ» смотрит. Наше расставание было недолгим. Вы вновь в континентальном вечере на «Матч ТВ». В преддверии игры между «Металлургом» и «Салаватом» начинается финал Восточной конференции. Поговорим, кстати, о Востоке. Очень большая тема – это возможное вступление клуба из Китая, который называется «Красная звезда Ксулунь» в континентальную хоккейную лигу. Сергей Ильич, насколько вы удивились, когда услышали, что пекинский клуб будет представлен в континентальной хоккейной лиге? Ну, уже это не удивился, потому что вот когда первые разговоры возникли просто о том, что китайский клуб возможно будет играть, я сначала так думал, насколько это реально. Но потом видел, как взаимодействует Федерация хоккея России с китайскими нашими друзьями. И понял, что на самом деле это серьезно, потому что я знаю, кто ездил, кто вел переговоры. Это первые лица лиги. Я о чем и говорю, это серьезные люди. И понял, что это будет нормально. Потом мне они сказали, какие варианты возможны. Я понял, что эта команда будет реально и Пекин, а я думаю, что они могут и вторую команду в Шанхае сделать. Понятно, зачем им континентальный хоккейный лиг, зачем КХЛ Китай? Мы развиваемся, развиваемся во всех направлениях. Поэтому наши друзья, так скажем, политические и также теперь будут спортивным. Ну просто вот я хотел добавить. Ну вот мы же не знаем ничего о китайских хоккеистах, конечно. Они слабые, китайские хоккеисты, которые играют в Китае, они слабые. Но это первый вопрос, кто там будет играть. Вот, это уже другой вопрос. Вот задача там, я так понимаю, что Олимпиады 22-го года в Пекине. Осталось 6 лет. Они, если вот китайцы, мы увидели Пекинскую Олимпиаду летнюю, когда они там по всем видам спорта, даже которых у них не было, они что-то сделали, потому что хозяева во всех видах спорта выступают. Знают, что они должны выступать и в хоккее. Вот за 6 лет они должны сделать команду более-менее боеспособную, чтобы они мешок не получали, чтобы болельщикам было интересно. Мешок-шайб. Мешок-шайб, да. За счет нас, за счет нашей лиги. Но, опять, кто будет играть? Ну, во-первых, сразу скажем, что вот многие команды, которые играют из постсоветского пространства, но не все, конечно, и там на западной, они немножко, ну, это тоже Слован, или там Медвещак немножко зависели, ну, на каком-то этапе от наших денег, в том числе, честно скажу. А китайцы не будут зависеть никак. Они на свои деньги будут задержать команду, которая будет, по их мнению, как они хотят достойно играть в кантинтарх-хоккейн-лиг. Мария Бас отправилась на Дальний Восток, чтобы понять, какие команды играют в азиатской хоккейной лиге, и вообще, что там за хоккей. Вот это Охотское море. Мы находимся в Южно-Сахалинске. Здесь играют две профессиональные команды. ХК «Сахалин» и молодежный хоккейный клуб «Сахалинские акулы». И те, и другие добиваются своих побед, словно вот проходя через такие ледяные преграды. Давайте узнаем о них побольше. Солнце обычно радует своим присутствием зимой в Южно-Сахалинске. Безоблачное небо выгоняет с катка на улицу даже профессиональных хоккеистов. В такую погоду они превращаются в лыжников. Почему бы нет? Это отличная аэробная тренировка. Такие занятия для хоккейного клуба «Сахалин» – обычное дело. Особенности местного климата позволяют это делать часто. Хоккей в Южно-Сахалинске представлен двумя профессиональными клубами. Сахалинские акулы играют в чемпионате молодежной хоккейной лиги. А ХК «Сахалин» в практически неизвестной для российского болельщика азиатской. И о ней стоит рассказать подробнее. Девять команд из четырех стран – Россия, Япония, Южная Корея и Китая. И, наверное, эта лига так бы и осталась на слуху исключительно в дальневосточном регионе, если вы не заданный курс КХЛ. Курс на Китай. Что известно об азиатском хоккее? Практически ничего. Играют где-то там у себя, да и ладно. Но две ближайшие зимние олимпиады заставляют обратить внимание на Азию. Ведь и китайцы, и корейцы готовятся к таким соревнованиям на уровне национальной идеи. ХК «Сахалин» уверенно занимает верхнюю часть турнирной таблицы. В составе клуба в прошлом хоккеисты высшей и континентальной хоккейной лиги. И каждый из них открывает для себя что-то новое в азиатском чемпионате. Все, я скажу так, неуступчивые с характером, которые играют до конца. Сами японцы, корейцы, китайцы очень исполнительные игроки, хорошие. Придерживаются дисциплины, игры. Ну, достаточно тяжело с ними играть, со всеми. Корейцы команды за счет легионеров выглядят получше, чем японцы и китайцы. Хотя в том году чемпионом стала все-таки японская команда. Еще одни из лидеров – хоккеисты клуба «Ниппон». Бумажные журавли в переводе с японского. Этот клуб пишет свою историю аж с 1949 года и базируется в Кусира. Всего в Японии в азиатской хоккейной лиге заявлено 4 команды. Местные сахалинские акулы заявлены в чемпионате молодежной хоккейной лиги и также уверенно сотрудничают с азиатами. Что касается вот этих дружеских отношений, здесь я считаю, что мы достаточно сильно двигаемся. И китайцы, для них это новое достаточно направление, они не умеют играть в хоккей, у них нет той истории, которая есть у нас, но у них есть огромное желание. И кроме этого, у них еще есть куча китайчат, которые хотят играть в хоккей. И на этой ниве у нас достаточно теплые отношения, и мы постоянно взаимодействуем, постоянно... Говорю, что последний раз их приглашали, они сейчас опять очередной турнир у них. И это взаимодействие и общение с Китаем, оно приносит свои такие плоды. Кстати, хоккейный клуб «Сахалин» вышел в финал Азиатской лиги и сыграет там с командой из Кореи. Мы будем, разумеется, за этим следить. Еще об одном хоккейном матче, который состоялся на неделе. Сборная журналистов сыграла против команды «Легенды хоккея». Вот, собственно, две легенды сегодня и представлены из этой команды. Александр Гуськов, Сергей Гимаев. Я сразу скажу, что мы уступили в 6-7, в тяжелой борьбе. Мы вообще считаем, что там была ничья, но судья был на вашей стороне, надо сказать. И вообще у нас вопросы по судейству накопились, но мы их отметаем, правильно? Точно. Потому что в этом матче была очень важная персона. Федор Леонидович Конорейкин, который сражается с тяжелым заболеванием, вышел на лед, сыграл великолепно. И показал, что он в полном порядке. И мы за него искренне переживали, переживаем, будем переживать. Но он молодец, он борется. И давайте посмотрим наш материал об этой игре и о Федоре Леонидович Конорейкине. Матч сборной легенд отечественного хоккея против команды журналистов. Событие, безусловно, интересное. Само по себе акулопера против многократных победителей, чемпионатов мира и Олимпийских игр. Но в это воскресенье на льду ВТБ-арены был только один герой. Да, Федор Конорейкин не выигрывал чемпионат мира и Олимпийские игры. Его борьба куда тяжелее. В начале 2015-го ему диагностировали рак. Пришлось на некоторое время оставить хоккей, но тяга к спорту сильнее. И вот уже в матче, который завершился победой легенд хоккея, блистательный защитник Спартака и Крыльев Советов снова на льду. Кстати, критичность к самому себе у Федора Конорейкина никуда не делась. Сегодня, в общем-то, доволен, как я двигался. Сегодня, я думаю, партнерность на меня не в обиде. Единственный минус ставлю себе, что не отдал ни голевой пас, не забил. Надо работать, тренироваться больше. Конечно, все ждут возвращения Федора Конорейкина и на тренерский мостик. Да и сам он явно не прочь продолжать. Ну, посмотрим. Сейчас в дальнейшем надо, в общем-то, немножко подождать. В мае будет уже картинка ясная и посмотрим, что дальше делать. Федор Конорейкин – это еще и пример для многих, в том числе и для более молодых партнеров по команде. Он играет в хоккей, занимается спортом. Это, наверное, дорогого стоит, что человек, знаете про свою болезнь, вот так вот ведет себя в быту. Поэтому это, наверное, еще и пример многим. Надо никогда не сдаваться. И у Федора Леонидовича очень много друзей, которые ему помогут, помогают и, я надеюсь, будут помогать. Надо сказать, что в этой игре, конечно, хоть разорвись Александра Гуськова и Сергея Гимаева, потому как они и акулы-пера, и легенды хоккея. Но, надо сказать, крови они нам подпили, конечно, много. Денис, ты тоже там ведущий форвард, поэтому и капитан команды. Нам так и хочется, чтобы про него сказали. Да, хочу, да, хочу. Я скажу, да. Давай вот сейчас ты скажешь, это когда реклама пойдет, потому что прямо сейчас реклама на Матч ТВ, а Александр скажет все в лицо мне. Смотрим рекламу. Я слушаю Александра. Мы возвращаемся к континентальный вечер на Матч ТВ. Команды в Магнитогорске уже закончили разминку и отправились в раздевалку. Последние секунды перед тем моментом, когда они появятся на льду, чтобы сыграть первый матч своей финальной серии на Востоке. Магнитогорск против Уфы. Давайте вспомним, как эти команды подходили к своему очному противостоянию. Начнем с Салавата. Сергей Ильич, вам слово. Поначалу казалось, что все будет достаточно тяжело в серии с Омском, потому как Омск занимает первое место. Идет очень хорошо и выглядит нормально. И больше отдыхает, чем Салават Ильич. Были определенные козыри за авангард. То, что дома начинают. То, что серия была с Ничи-Ничи-Никамском короткая. То, что Уфа устала. Но на самом деле, больше, конечно... Вот смотрите, с Казанью как начинал Уфа. Я комментировал первый матч прямо из Уфы. И насколько мощно Салават выглядел. Просто вот они терзали Казани, были сильнее. И казалось тому, Акбарца шансов нет. Но потом вот прямо на них очень сильно это устало и сказывалось. Потому что был достаточно энергозатратный хоккей. В атаке всегда тяжелее играть, чем от обороны. И вот они прямо просаживались. И я уже сказал, вот никто бы не удивился, если бы Акбарца выиграл. Но выиграла Уфа и выиграла по делу. Потому что вот они, мы уже сказали, очень опытная команда. И они здорово, 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 что может сказаться и в серии с Магдагорском. Играют по счету. Если им надо удержать победу, они вот обе, 7-7 матча сыграли просто феноменально. И вот в этой серии то же самое было. С Омском тоже они здорово начали. Имели преимущество. Помните, как активно. Это вот матч 5-4. И домой приехали. 3-1 в счете ведут. 3-1. И казалось, да. А потом, оп, и вот они, когда и Саша говорил. И моральные силы, и физические уже были на исходе. И вот казалось, 5-й матч, приедь там, разорви, оставь себе потом за дело отдыхать. А они играли-то очень слабо. Та игра была вообще, наверное, одна из худших игр вообще в плей-офф. Когда вот две такие классные команды и в такой мучительный хоккей играли. Саша, и все-таки 7-2 раза, 7 матчей на такой небольшой дистанции по времени. Это же невероятно тяжело. Они уже не тренируются. Смысла нет. Они устали. Да, согласен. Это очень тяжело. И вот мы сейчас говорили, Сергей Наилович, последнюю фразу об усталости. О том, что сыграли недолжным образом определенные игры. Но не умиляя заслуг Салавата, да, некоторые матчи Авангард отдавал сам. За счет грубых ошибок. Просто, казалось бы, идет ровная игра. И Салават не показывает отличного хоккея. И Авангард, вроде бы, казалось бы, сопротивляется. Но вот эти грубые, глупые ошибки в своей зоне приводили к поражению. То есть, казалось бы... Ну, или ошибка Фурха, как в последней игре. Например, Кэмпни ошибался. Когда Бургатами проиграли на Ростоне забил. Да, то есть, вот они. Они мелочи. И здесь где-то, может быть, повезло в Салавату. Вот в тот момент, когда им было тяжело, ошибался их соперник. Теперь Магнитогорс. Давайте посмотрим за серией Металлурга против Сибири. И поговорим о шансах Магнитки. Мы уже затронули эту тему. Это команда не одной тройки. Это команда, которая раскочегарилась по ходу и регулярного чемпионата, и по ходу плей-офф. Саш, при Илье Воробьеве совсем другой хоккей. Это не тот хоккей, который мы видели в исполнении Кинана. И который помог Магнитке выиграть в Кубок Гагарина. Но, во-первых, стали чуть-чуть прагматичнее играть игроки Магнитки. И в нужный момент, именно в нужный момент, вот эта простота, она дает результат. А уж креатива там не занимать, вот этим первым двум тройкам, первым двум пятеркам. В общем-то, от этого, я считаю, и результат Магнитки. И вот, что касается Авангарда, противостояния Салавата и Магнитогорска, вот как раз, мне кажется, что именно Магнитка не простит вот этой расслабленности. Это Авангард простил, простил Акбарс. А Магнитка накажет? А Магнитка накажет. Магнитогорска. Буквально тезисно. Если будут играть с Лавангарда. Тезисно, да все за них, по большому счету, нет слабой линии ни одной. Вратарская линия в порядке, оба вратаря, они, ну, хороших, мягко говоря. Две тройки ударные, причем играющие в тот хоккей, которые способны взломать любую оборону. Плюс у них есть, что очень важно, атакующие защитники, чего вот, допустим, у того же СКА оказалось, что нет. И у той же Уфы нет. Вот, когда Кольцова нет, там нет. И плюс колоссальный опыт, и в том числе победный. Да, смотрим. Прямо сейчас отправляемся в Магнитогорск, чтобы убедиться в правоте слов Александра Гуськова, Сергея Гимаева. Наблюдение нашей программы «Континентальный вечер». Прямо сейчас начинается матч в Магнитогорске. Металлург-Салават-Юлаев. Это финал Восточной конференции. Смотрим, будет интересно.